Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Давайте начнем с того, что происходит в Персидском заливе, или скорее вокруг него. Вы знаете, что обстановка напряженная, во всяком случае так нам кажется. Да, конечно, ситуация у меня все время, и, по-моему, мы с вами на прошлой неделе, за это время уже было несколько изменений. Во-первых, две атаки объекты Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. В Объединенных Арабских Эмиратах атакован порт Фуджейра, четыре танкера были атакованы, судя по всему, катерами Таникадзе, видимо, управляемыми катерами, без людей, которые взорвали эти танкеры. В Саудовской Аравии были атакованы с помощью беспилотников нефтяные насосные станции. И, в общем, мы видели совершенно понятно, это не Иран, это иранские прокси. То есть, саудовцев атаковали Пуситы, кто атаковал в Объединенных Арабских Эмиратах, не ясно, но тоже, скорее всего, это какие-то проиранские организации, не сам Иран лично. Но все понимают, что Иран стоит за этими атаками, и это такой вот, как бы, вызов и провокация со стороны Ирана Америки. Что здесь, на мой взгляд, самое интересное? Самое интересное здесь вот что. После такого удара по порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, который, фактически, он вынесен за пределы Армурского пролива. Ведь мы помним, что Иран говорит, когда, если вы своими санкциями нас совсем прижмете в угол, нам отступать будет некуда, и тогда мы перекроем Армурский пролив, и ни у кого не будет нефти. Не только мы не сможем продавать, никто не сможет вообще ее получать. В Объединенных Арабских Эмиратах давно уже, в общем, понимают, что, находясь рядом с Ираном, нужно быть готовым к любому развитию ситуации. Поэтому они, вот этот самый порт Фуджейра, он вынесен за пределы Армурского пролива. И туда протянута труба так, что, в общем, даже если иранцы перекрывают Армурский пролив, то танкеры могут заходить в порт Фуджейра и уходить сразу в Индийский океан, без того, что иранцы смогут помешать. Нефтяные насосные станции, которые атаковали Саудовский арабий, тоже находятся за пределами Армурского пролива, фактически с другой стороны Саудовский арабий находятся. И тоже устроены таким образом, что, мол, если что, мы можем обойтись и прожить из закрытого пролива. И тут иранцы показывают нам, не нам, и, в первую очередь, и Америке, что они могут атаковать и эти объекты тоже. То есть, казалось бы, на нефтяных рынках должна сейчас начаться паника, и цена должна взлететь. Ведь посмотрим, что происходит. Иран под санкцией. В Ливии идет война, и что там с нефтью, вообще непонятно. Венесуэла тоже, и сегодня-завтра может превратиться в клопочущий просто вулкан. Тоже там все очень нестабильно. И вот теперь в Саудовской Аравии и в Минных Арабских Эмиратах, которые всегда считались как бы залогом стабильности нефтяного рынка, тоже такие беспорядки. И что мы видим с ценой на нефть? А цена на нефть не подскакивает до 100 или 120 долларов за баррель. Она остается на 61 долларов за баррель. То есть, ну, поднялась немножко, но не сильно. И это при том, что мы, как мы сказали, практически все главные нефтеносные районы мира, которые мы знаем, они все в таком полууборочном или прединфактном состоянии. Почему? Да потому что вот уже несколько лет, и мы об этом говорили в нашей передаче, именно Америка поставляет огромное количество нефти миру. И мир сегодня спокойно переживает, благодаря разработке американской, благодаря политике Трампа, переживает все эти перипетии. И теперь мир, вот так вот, как раньше, в 70-е годы, можно было взять за горло перекрытийственной кран, больше взять за горло нельзя. И это, на мой взгляд, очень интересная ситуация, которую я не знаю, насколько просчитали иранцы. Они, возможно, думали, что они вот так вот покажут, что они могут. И начнется обвал на местных рынках. Обвал на местных рынках. Ну и, конечно, мы видим здесь откровенное использование Ираном противников Трампа в Америке. В первую очередь, конечно, демократов и мейнстримные СМИ, которые настроены крайне агрессивно избегать Трампа. По сути дела, мы видим сейчас, что оппозиция к Трампу, она ближе к иранскому руководству, чем к своему президенту. Для СМИ более-менее понятно. То есть вот сговор с Россией провалился, все, что можно было. И так, так, такие были надежды на то, что вот сейчас поймают Трампа на том, что у него был сговор с Россией. Но все, как мы знаем, накрылось мир. И теперь, конечно, раздувается тема войны. Причем войной, понятно, пугают. Чем ближе выбор, тем сильнее пугают войной американцев. И пугают как бы по бескройкошной схеме. То есть, если Трамп сейчас втянется в войну с Ираном, то его, конечно же, как Джорджа Буша-младшего, обвинят в том, что он затягивает Америку в ненужную войну, что будет подсчитывать погибших американских солдат, будут говорить о том, как все это невыгодно, что это все империализм, что это все глупости, неправильно. И ругать его за авантюризм. Если Трамп будет сдержан на себя вести, то его будут говорить, что он трус, и что он боится, так сказать, вот он обещал и ничего не сделал. Мы эту схему, на самом деле, в Израиле очень хорошо знаем, потому что именно так пытаются левые доставать Натаньяу с газой. Там тоже как бы, то есть, маленькая модель, но то же самое. Вместо Трампа Натаньяу, вместо Ирана газа, вместо и Хамас. И вот, значит, Хамас задирается, Натаньяу ведет какую-то свою политику, а пресса его либо ругает за то, что он пытается втянуть страну в войну, либо, если он не идет на войну и говорит, я не хочу, чтобы погибали наши солдаты там, потому что мы не видим смысла военной операции, сейчас говорят, вот он трус, вот до чего довел страну. И Иран, который является старшим братом Хамаса, и, конечно, во многом именно он мутит эту воду, подзуживает Хамас и исламский джихад, подбрасывает им драйвиши для того, чтобы они устраивали Израилю эти вещи. Конечно, Иран пытается ту же самую тактику использовать и против Америки. И постараться сделать так, чтобы Америка втянулась в войну против Ирана, потому что тогда Аятолам будет очень удобно и легко консолидировать свое общество, сказать, какой к черту голод, инфляция и другие непорядки. У нас враг у ворот. Проклятые империалисты пришли, чтобы захватить нашу землю, отобрать у нас нашу страну. Обеднимся все, и отобьем врага. И этой ситуации как раз Америка хочет не допустить, то есть американское правительство, потому что оно прекрасно понимает, что, безусловно, Америка намного сильнее равна. Но начинать войну Америки против Ирана это самая плохая и самая выгодная для ИТО опция. Лучшая опция намного это продолжать дожимать санкции, когда общество войны внешне нет, нет внешнего врага. Главный враг остается само правительство Ирана, которое, по сути дела, поставило, сделало заложниками своих планов империалистических, на самом деле, в полном смысле это все уже без шуток, империалистических иранских планов, все заложниками стало институционное население, вместо развития уровня жизни, вместо строительства инфраструктуры, вместо создания рабочих мест, все деньги пошли на войну в Йемене, на войну в Сирии, на войну в Ираке, на войну против Израиля, и население недовольное. Плюс еще мы говорили национальный вопрос. В Иране меньше половины населения это перси, все остальное это люди других национальностей со своими национальными амбициями. И более того, далеко не все шииты и сунниты в Иране хотят совершенно другого, нежели шииты. Поэтому, конечно, для Америки сейчас важно не попасться в эту самую провокацию, которую устраивает Иран, в которой используют, задействуют фактически демократов и милициональный пресс, которые будут ругать Трампа либо за то, что он трус якобы, либо за то, что он якобы авантюрист. И надо понимать, что война, которая там, вот эти вот все нападения на Саудовскую Аравию, на Днем Арабской Эмираты, это война, которая идет уже много лет. Она идет, по сути дела, 800 лет. Она идет с тех пор, как шииты и сунниты раскололись между собой. Это война за то, кто будет владеть святыми местами Ислама, Мекка и Медина. Будут ли это сунниты, как сейчас, в главе Саудовской Аравии, или шииты. И в этой войне ни у Америки, ни у Израиля нет своего интереса. Нам абсолютно не нужно втягиваться в эту войну, и нам абсолютно не нужно занимать сторону, говорить, что мы сейчас поможем одной стороне против другой, не будем воевать за Саудовскую Аравию против Ирана. Нет. У нас есть свои интересы. И у Америки формулируют этот интерес очень четко. Мы не хотим, говорит Трамп, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Потому что это угроза уже не внутриисламская. Это не разборки между одной диктатурой Саудовской Аравии и другой диктатурой Ирана. Это угроза всему просвещенному Западному миру. Мы такое не допустим. И мы не допустим, чтобы у них было оружие, которым они могут шантажировать Израиль, который является тоже нашим союзником и зоной наших интересов. А то, что Саудовская Аравия и Иран друг друга ненавидят, так они ненавидят друг друга уже почти тысячу лет. То, что они не подмирятся сейчас в ближайшее время, тоже очевидно. И если они пускают друг другу кровь, то в общем это их проблемы, их война и их дела. Не дело Израиля или Америки становиться орудием Саудовской Аравии против Ирана. И поэтому здесь действительно точно так же, как Натаньял ведет тонкую и достаточно продуманную политику в отношении Хамаса и Газа, понимая, что на самом деле выгодно для Израиля, а что нам совершенно не нужно. Не поддаваясь на давление прессы и левой оппозиции, не идя на поводу тех, кто кричит ему, что он трус, и он должен немедленно вдарить по газе, чтобы они там знали с одной стороны, с другой стороны, не втягиваясь в какую-то авантюру, точно так же Трамп должен продолжать то, что он начал. Санкции, экономические санкции, которые в итоге, будем надеяться, вынудят само общество Ирана ввести, изменить ситуацию. И вот тогда действительно мы сможем говорить о том, что мы добьемся изменения оздоровления Ближнего Востока благодаря тому, что вместо иранской диктатуры возникнет что-то более осмысленное, что-то более вменяемое, то, с чем можно уже работать, с чем можно договариваться. Так, как в принципе сейчас потихонечку выстраивается в Солуискаравии и в тех же Объединенных Арабских Эмиратах. Там есть старые короли, которые не умеют мыслить по-новому, которые не могут, не видят мир таким, какой он есть. Есть молодые наместники, молодые принцы, на которых вся надежда. Они, разумеется, не западные люди. Не нужно, иллюзий тут нет никаких. Солуискаравия не станет завтра Швейцарией, а Объединенные Арабские Эмираты не станут завтра Нидерландами с точки зрения демократии, свободы слова и прочее, прочее, прочее. Но все-таки они движутся в правильном направлении и нам, в общем-то, что нам от них надо? Нам надо, чтобы они не были для нас угрозны. Больше ничего. Будем надеяться, что политика Трампа взвешенная и разумная, как сейчас, продолжится и что он не подастся на провокации своих врагов как Ирана, так и оппозиции в США, которые очень хотели бы втравить Трампа за год до выборов, а еще лучше, ближе, совсем ближе к выборам, в авантюру. в которой он по-любому будет в правильном направлении. Спасибо. А теперь Израиль отметил День независимости в то время, как палестинские арабы отметили Нагбу. О чем идет речь? Нагбу. Да, дело в том, что мы действительно, мы говорили о Дне независимости. В Израиле же еврейский календарь, он плавает относительно европейского календаря, поэтому и дата еврейского Дня независимости, она в разные годы немножко по-разному. Вокруг 15 мая, вокруг 14 мая она, так сказать, движется. Ну, а палестинские арабы, которые, в общем, свое национальное движение, как и многое другое, они копируют с евреев, но это получается вот как когда обезьяна пытается повторять действия человека, то у него все выходит нелепо и смешно и по-дурацки. Вот именно так примерно выглядят потуги наших палестинских братьев создавать вокруг себя нарратив национального движения. И поэтому тот день, который является Днем провозглашения независимости государства Израиля, арабы называют Днем своей катастрофой. Прямая аллюзия на катастрофу европейского еврейства, то есть нет большего цинизма, чем сравнивать этот вот кошмар, который был в Европе, как унесший жизнь третьей народа, фактически 600 миллионов, может даже больше из тех 18, которые были тогда, сравнивать с тем, что они позорно и бездарно по собственной вине поставили себя в дурацкую ситуацию и проиграли в этой войне. Но тем не менее то, что они делают, они даже включают в этот День сирену. Вот в Израиле есть накануне День независимости, есть День памяти, когда мы вспоминаем наших погибших солдат, погибших в боях за независимость Израиля, а за неделю до этого есть еще День памяти катастрофы европейского еврейства, и в этот день звучит сирена, и люди останавливаются, весь Израиль, кто был в Израиле, знает, весь Израиль еврейский, по крайней мере, замирает, останавливаются машины на трассах, люди выходят из машины, эти минуту, стараются ей на две минуты, стоят и останавливается жизнь в стране. И вот арабы тоже пытаются это все копировать, и все это очень нелепо и глупо, потому что и причины, мы как мы понимаем, не те, не тот уровень, не тот масштаб, и исполнение дуракции. Но насчет вот этой самой надбыли, стоит, мы говорили об этом, наверное, в наших передачах уже, но стоит один раз как бы разобрать все подробно и расставить все точки над И. Потому что возможно не все осознают до какой степени именно палестинские арабы виноваты во всем, что с ними произошло. И их главная проблема в том, что они продолжают винить всех вокруг себя, евреев, европейцев, еще кого-то, не понимая, что до тех пор, пока они не сознают, что именно они были творцами своего несчастья, то ничего в их жизни несчастного, действительно несчастного, тяжело не изменится. Ведь если бы они были бы хоть чуть-чуть сговорчивее и прагматичнее, то возможно вся история была бы иной, гораздо менее успешной и удачной для Израиля, но она была бы для них более удобной. Поэтому когда мы говорим о событиях 1948 года, арабы, они неизменно изображают себя жертвой, хотя именно они, опираясь на поддержку своих соседей, соседних арабских стран, развязали войну, войну 1948 года в надежде уничтожить еврейское население страны Израиля и предотвратить создание еврейского государства на любой сколь угодно малой территории. Я хочу напомнить, что все предлагавшиеся арабам компромиссные решения, они последовательно отвергались руководством арабских организаций, и при том, что раз за разом под давлением арабов англичане, а потом и ООН урезали территорию, которую когда-то Верховный Совет Антанты на конференции в Сан-Ремо в 20-м году, а затем Лига наций в 22-м году выделили под управление Великобритании с целью создания Национального Дома для еврейского народа. Потому что в итоге в 47-м году, когда ООН предложила для еврейского государства территорию, то там было всего 14 тысяч квадратных километров. И это была почти всего лишь одна десятая часть от того, что когда-то согласно решению Лиги наций передали Британии для создания еврейского государства. Из 116 тысяч квадратных километров евреям в 47-м году на резолюцию ООН предложили 14 тысяч. То есть почти десятую часть. И сразу же с принятием решения ООН против еврейского населения тогдашнего страны Израиля была развязана война, в которой на первом этапе с арабской стороны участвовали местные вооруженные группировки и формирования. Формирования, кстати, которые руководились во многом бывшими нацистскими офицерами и добровольцами из-за границы. Это были арабы-нацисты, это были нацисты немецкие, и каких там только не было. Крупнейшим среди них была, кстати, вот такая была арабская освободительная армия под командованием Фаузель Каукджи, который был офицером Абвера. Он был араб, он был местный, он успел отметиться в Резне и в самой стране Израиля, и в Ливане, и в Ираке. Но он, в общем, сделал свою карьеру именно в Германии, у него жена была немка, и он был нацистом в полном смысле этого слова. И суть, в общем-то, как бы цель, которую поставила перед собой арабская освободительная армия, как, впрочем, и остальные эти формирования, они определились совершенно нацистской прямотой. Вот я цитирую, столкновения между евреями и арабами носят тотальный характер, и результатом может стать только уничтожение всех евреев на территории Палестины и в арабских странах. То есть, речь шла даже не о том, чтобы не дать евреям создать независимое государство в стране Израиля, речь шла о том, чтобы вообще уничтожить евреев как таковых и здесь, и в остальных арабских странах. И вот 15 мая 1948 года с окончанием британского мандата и с провозглашением одновременного государства Израиля границы страны Израиля пересекли регулярные армии Египта, Трансиардани, Сирии, Ирака, Ливана, Саудовской Аравии. Общая численность этой совокупной армии соседних стран достигала 65 тысяч военнослужащих. Но мы знаем, что Израиль ценой предельной мобилизацией всех своих ресурсов и самоотверженности сумел отразить эту агрессию. И по результатам разгрома в общем-то к 49-му году, к лету 49-го года арабские страны были вынуждены заключить с Израилем целью соглашения предкрещения огня. Это было не мирное соглашение, это были соглашения предкрещения огня. Мирные договора у нас есть сегодня только с Египтом и Саорданией до сих пор. И по итогам действительно Израиль, которому отводилось 14 тысяч квадратных километров, получил 20 тысяч квадратных километров за счет части тех земель, которые в последнюю секунду у него отрезали под как бы арабское государство. Но это арабское государство не состоялось, потому что та часть страны Израиля, которую в последнюю минуту у евреев отобрали и сказали, это будет для арабского государства, и то, что Израиль не успел в рамках войны за независимость взять, часть Иудеи и Самарии была оккупирована Иорданией, часть Египтом, это сектор Газы, и ни одна из этих стран не собиралась выполнять решение ООН о создании там на этой указанной территории государства для палестинских араб. То есть никто как бы вообще об этом не говорил. С самого начала по сути дела для соседних арабских стран вопрос не дать евреям создать здесь свое государство и урвать как можно больше. Таким образом местные арабы палестинские, отказавшись от плана раздела, потому что они же горды, они же хотели все, им было не нужно часть какая-то, все или ничего. Вот из-за этого, из-за того, что они хотели все или ничего, они ничего и получили. Они хотели уничтожить евреев, а в итоге обрекли себя на позорное поражение в войне за независимость, при том, что в общем-то изначально обладали бесспорным преимуществом. За ними стояло, сояли не только арабские государства и соседи, за ними стояла по сути дела и Англия, которая почти откровенно им помогала. И надо понимать, что вот эта ожесточенная война, война за независимость Израиля, она сопровождалась изгнанием, исходом населения, принадлежащего каждой из групп еврейской и арабской с территории, отходившей под контроль другой группы или под контроль тех, кто их покровительствовал. Так, из Иудеи, Самарии и Газы, захваченных Египтом и Иорданией, все евреи ушли, не осталось ни одного еврея, который жил бы на территории Иудеи, Самарии и Газы после 1948 года, но до 1967, пока Израиль себе не вернул территорию. Беженцами тогда стали все жители еврейские, жители и Восточного Иерусалима, и поселения Квары Цион, целого ряда которых к югу от Иерусалима, и поселения, которые были к северу от Иерусалима, и поселков возле Мертвого моря, и, конечно, поселка Квардаром в Севтере Газа, в сегодняшнем Севтере Газа. Действительно, параллельно с этим Израиль тоже покинула порядка от 500 до 700, может быть, 760 тысяч арабов. При этом большинство из них, не все, но большинство не подвергалось насильственному изгнанию, то есть их не изгоняли. Действительно, были операции, в которых действительно израильская армия тогдашняя, но это были фактически еще милиции, еще даже армии как таковой не было, еврейские милиции проводили акции, которые были направлены на то, чтобы убедить арабов покинуть. Например, так было в Хайфе, так было в других местах. Арабы бежали, потому что евреи не говорили уходить отсюда, не только говорили. С другой стороны, большая часть это ушла не под давлением евреев, потому что по ряду причин. Во-первых, был призыв арабских государств, которые говорили отойдите в сторону, чтобы мы могли уничтожить евреев, и чтобы вас, так сказать, в этой мясорубке не попали. Но был еще более тонкий, деликатный момент, который арабы ужасно не любят вспоминать. Вот эти самые армии освободительные, добровольцы, которые пришли сюда из других арабских стран, или нацисты, которые здесь оказались, которые пришли для того, чтобы бороться с евреями, в некоторых ситуациях, например, в Яфу, они в какой-то момент, когда стало понятно, что грабить евреев не получится, они стали грабить арабов. В Яфу, когда стало понятно, что Яфа останется у Израиля, и что захватить Тель-Авив и разграбить Тель-Авив не выйдет, то вот были случаи, и не единожды, когда вот эти самые защитники, якобы бравые защитники арабского, арабских интересов в стране Израиля, они стали грабить арабов Яфу, и в итоге арабы Яфу бежали практически целиком, то есть из 70 тысяч порядка 66 тысяч бежало на кораблях в Египет и в Ливан, потому что жить в Яфу, который, в общем, как бы было соглашение мирное, Израиль не трогал, они разбили армии, но само население, 70-тысячное население Яфу, израильтяне не трогали до ухода британцев, хотя бои начались еще раньше, и арабы бежали оттуда не потому, что их убивали евреи, или гинали евреи, а потому что жить там, вот внутри вот этой самой территории, захваченной добровольными спасителями, стало невозможно. Более того, надо понимать, что в то время, как на территории, которую арабы захватили Сибирь, не осталось ни одного еврея, на территории Израиля осталось порядка 160 тысяч арабов, то есть как бы когда арабы говорят о катастрофе, понятно, что это подмена понятий совершенно лицемерная, фантастически лицемерная, но просто надо понимать, надо знать факты, что да, были беженцы, в значительной мере не по вине Евреи, и вся эта война началась не по нашей линии, мы были согласны на компромисс, но в итоге они не согласились на компромисс, они развязали войну, они призвали своих людей уйти, но даже те, которые не ушли, остались на территории Израиля, и никто им ничего не сделал. понятно, понятно, что участь вот этих самых беженцев, которые бежали с территории Израиля, она была, конечно, незавидной, потому что им, по сути дела, арабские страны отвели роль инструмента в борьбе с Израилем как таковым, с существованием Израиля, именно поэтому мы знаем, что была создана так называемая идеология возвращения, вместо того, чтобы их абсорбировать в тех странах, куда они пришли, их держали в виде таких голодных псов, как вот охотничьих и боевых собак держат в пробовать, и, так сказать, их милитаризовывали и накачивали какой-то, так сказать, агрессией социальной, все время обещали, убеждали, что они должны вернуться на территорию Израиля и, значит, вернуть себе свое, и от их имени создавались террористические организации. Вот, и при этом, более того, влияние арабских государств тогда, ну, не только, на самом деле, арабских государств, но и Советского Союза, хватило на то, что после Второй мировой войны, мы помним, было огромное количество, миллионы беженцев в разных странах, в одной только Индии, Пакистана, сколько было беженцев туда и сюда. И было управление ООН, которое решало проблемы беженцев. Как оно решало? Оно помогало им обрести себя в тех местах, куда они пришли, потому что, ну, что делать с теми мусульманами, которые бежали из Индии в Пакистан, с теми индусами, которые бежали, индуистами, из Пакистана в Индию, не заставлять же их переселяться обратно. Надо их как-то абсорбировать там, куда они прибежали. Этим занималось агентство ООН. Так вот, арабы добились того, что беженцев, арабских беженцев в территории Израиля выделили в отдельную как бы организацию ООН, знаменитая УНР, которая в какой-то момент стала просто поглощать четверть всего бюджета ООН с десятками тысяч сотрудников. И все это делалось только для того, чтобы увековечить статус этих беженцев, не дать им возможности найти, обрести себя и построить свою жизнь туда, где они убежали. Мы не говорим о том, что многие из этих беженцев как бы не были коренными жителями, коренными палестинскими арабами, потому что коренных палестинских арабов было достаточно немного. Значительная часть этих самых арабов пришла туда тогда же, когда евреи, потому что там был экшен, во всем остальном регионе Ближневосточного была разруха, а здесь что-то строилось, нужны были рабочие руки и дальше, и так далее. И при этом из арабских стран в Израиль бежало порядка 900 тысяч беженцев, то есть больше, чем арабов ушло из Израиля в ходе войны за независимость, больше. Ушло евреев из арабских стран. Ушли они голыми и боссами, потому что фактически арабские страны тогда приняли, по сути дела, прямую-впрямую Нюрнбергские законы. Это была даже не калька, это были реально Нюрнбергские законы, то есть вот законы антиеврейские, потому что во многих арабских странах тогда осели нацисты. Это были самые обычные нацисты из Германии, которые спаслись от правосудия, от Нюрнбергского трибунала. Они поменяли себе имена, иногда они даже принимали ислам. И они как бы составляли костяк военный и, так сказать, силовых структур и в СМИ в Египте, в Ираке, в Сирии, в Саудовской Аравии даже, в странах Северной Африки их было немало. И под их влиянием в значительной мере были приняты законы накануне государства Израиля, в арабских странах, которые, по сути дела, не изводили еврейских граждан этих стран к тому же самому статусу, который евреи имели в странах в нацистской Германии. И 900 тысяч евреев, которые бежали из арабских стран, они пришли без ничего, при том, что это, в общем, были богатые общины, у них была недвижимость, у них были деньги, они бросили все. И Израиль всех этих людей худо-бедно расселил. Сегодня в Израиле не осталось ни одного беженца. Еще остались районы, которые называются по старой памяти барак такой-то, барак такой, кварталы. Но там никаких бараков уже нет. Потому что это были бараки, в которых жили вот эти самые беженцы, когда к 600 тысячам живущих здесь пришло еще 900 тысяч. Израиль все это сделал, все это решил, потому что у него не было желания на самом деле превращать их в инструмент влияния или давления политического. И вот после всего этого эти наши палестинские арабы говорят о том, что образование государства Израиль это их катастрофа. Катастрофа действительно в том смысле, что они не добились ничего. И эта катастрофа на самом деле не из-за евреев и не из-за кого другого, кроме них самих. Потому что только их собственная глупость, непрагматичность, неумение видеть вперед, желание как бы ненависть к евреям больше, чем любовь к самим себе, именно это и сделало, создало им те ужасные условия, в которых, в общем, они сегодня живут. В том смысле, что свою независимость национальную они так и не приобрели и, видимо, не приобретут, потому что если еще несколько лет назад можно было говорить о возможности создания какого-то арабского палестинского государства, сегодня мы понимаем, что это возможности не допустили и, судя по всему, навсегда. Давайте в этом месте мы сделаем перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Открытый диалог» с Александром Непомничьим. Телефон в студии 847-400-5200. И, если вы не возражаете, давайте примем звонок. Давай. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. Сергей и Александр. Александр, к вам вопрос. Вы, наверное, слыхали, что у нас было несколько дней тому назад наши три антисемитки, три, даже не знаю, как их назвать. Это конгресс-вумен из Детройта сказала, что просто исковеркала всю историю сверху, что палестинцы принимали евреев с открытыми руками чуть ли не и вообще это вот. И плюс это первое, что она сказала, что мы недавно celebrate Holocaust Day. Понимаете, вот это celebrate, то есть это это был праздник, просто, знаете, день освобождения. Ну, в общем, вы понимаете. Меня вот интересуют тут два аспекта. Какая реакция была у вас официальная, в принципе, официальная пресса и какая реакция была у вашего арабского населения на это. И второй вопрос у меня к вам есть такого. Если когда-то будет мирно в Ближнем Востоке, место между Израилем и его соседями, хотя я и не вижу до ближайшее будущее, вот вы, как человек с правой стороны, живущий уже много лет в Израиле, кого вы видите посредником, тем, кто будет какой-то степени. Я понимаю, что Израиль сам себя может только гарантировать. Вы видите Америку, вы видите Россию или видите кого-то другого. Как вы себе представляете? А если представляете, кого вы предпочитаете, чтобы был посредником. Вот и все. Спасибо большое за программу. С удовольствием вас слушаю каждую неделю. Спасибо. Спасибо за вопросы. По поводу посредников. Смотрите, весь опыт истории еврейского народа учит тому, что евреи не могут позволить себе доверить свою безопасность кому бы то ни было, кроме самих себя. То есть мы можем надеяться только на самих себя. И в этом смысле мир на Ближнем Востоке, об этом сказал когда-то Натанья очень красиво, он сказал так, если Израиль сложит оружие, Израиля не будет. Если арабы сложат оружие, то не будет войны. Поэтому мир наступит тогда, когда арабам надоест пытаться уничтожить Израиль. Похоже, что мы сейчас в общем приблизились к этой ситуации, но все еще, конечно, до мира далеко. Посредником или, скажем так, гарантом я не думаю, что Израиль может позволить себе согласиться на кого бы то ни было. Другое дело, что, безусловно, у Израиля есть очень близкие и тесные отношения с Америкой. Соединенные Штаты Америки и это как бы в первую очередь потому, что мы видим будущее очень близко, очень похоже. Как бы видение Израиля, каким хочет Израиль видеть себя и мир, и видение Америки, какой Америка хочет видеть себя и мир, оно в общем-то похоже, потому что мы на одних принципах свободы, равенства, братства, в хорошем смысле этого слова, строим себя. И, безусловно, именно поэтому сегодня президент Трамп, он такой произраильский, не потому, что у него там внуки евреи, или потому, что там кто-то ему заплатил или что-то, какие-то конспирации, которые рассказывают антисемиты. Трамп поддерживает Израиль, потому что Трамп хороший человек по большому, в большом, как бы в глобальном смысле этого слова. И он понимает, что хорошо и что плохо. Поэтому мы с Америкой находимся по одну сторону баррикад. Другое дело, что действительно, когда мы смотрим на ваших конгресс-вумен из демократической партии, вот этих самых жутких, эту жуткую троицу, да и не только их, тот же, так сказать, те же кандидаты в президенты демократической партии, люди, которые, в общем, способны угробить не только Израиль, но и Америку, потому что, кстати, построить социализм в Америке, это означает угробить ее. А это им по большому счету то, что они собираются сделать. И доверять таким людям, как бы быть гарантами нашей безопасности, мы, конечно, не можем. Что касается заявлений вот этой самой Рашид Тлай, по-моему, если я не ошибаюсь, я не слышал, как-то мне не показалось, что в Израиле вообще заметили в общей суматохе, и которая, так сказать, у нас событийной, заметили особенное ее высказывание. Я не видел заявлений, каких-то официальных заявлений израильского правительства. Израильское правительство сейчас занято в общем формированием новой коалиции и реагировать на какую-то, так сказать, бешеную конгресс-вумен демократическую. Просто нету на это ни сил, ни времени. И, конечно же, то, что она говорит, это абсолютное лицемерие. И это лицемерие нелепое и смешное, как весь вообще нарратив, потому что у арабов палестинских, у них на одном дыхании они говорят так, что Израиль проводит, делает с нами то, что делали нацисты с евреями, и тут же говорят о том, что спасибо Гитлеру, жалко, что он всех евреев не уничтожил. У них это уживается вместе. Ведь, по сути дела, их национальные герои, которых они себе придумали, но не они сами, их в Москве придумали в конце 60-х годов, в начале 70-х, в КГБ. Так вот, национальный герой, муфтий Амин-эль-Хусейд, который был гитлеровцем, который был другом Гитлера, который находился в Берлине, который занимался пропагандой нацистских идей среди мусульман и, в первую очередь, среди арабов. Это их национальный герой, это их как бы, так сказать, их Ленин, их Карл Маркс. Вот. И тот же Абумазин из Рамалы, он в своих книгах, так сказать, чествует этого муфтия Амин-эль-Хусейни и говорит, это наш национальный герой, при том, что, собственно, есть фотографии, где Амин-эль-Хусейни с Гитлером, где они обходят, так сказать, строй мусульманских добровольцев, а может и не добровольцев, в рядах эсэсовских каких-то подразделений. Короче говоря, там ставить пробу некуда, и именно их национальный герой, по сути дела, являются нацистами. Поэтому, именно так бессмысленно и нелепо звучат их слова о том, что они празднуют День Катастрофы. Александр, давайте попробуем принять еще у нас массу звонков. Попробуем принять, как можно больше. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос к корреспонденту. Несколько дней тому назад я прочитал на одном из геройских сайтов, что один из Собили Берманов на присоединение к коалиции, это законодательный запрет на проведение ДНК-тестов на еврейство. Вот я заинтересовался, что это значит ДНК-тест на еврейство, кому он проводит, кто его проводит, в общем, что вы знаете о том? Большое спасибо. Это одна из пустых и нелепых спекуляций на русской улице партии Либерман. То есть, речь идет о том, то есть, как бы предпосылка такая. Либерман говорит, что министр внутренних дел от религиозной партии ШАС, он заставляет новых репатриантов проходить унизительную, это, кстати, я цитирую, проверку ДНК на то, чтобы проверить их еврейство. И эта партия НДИ, партия Либермана, которая, так сказать, защищает интересы новых репатриантов, обязуется не допустить. И вот она требует, чтобы этих тестов не было. Теперь о чем идет риф, на самом деле? Тесты на ДНК, то есть, тест ДНК на выяснение еврейства не существует по определению, потому что, как мы понимаем с вами, можно быть стопроцентным эскимосом и при этом быть абсолютно хашкошерным евреем. Потому что, если эскимос прошел Ги-юр, то он становится евреем, таким же точно, как человек, у которого 10 поколений в Жмеринге, например, в ДРС. И поэтому делать тест ДНК на то, чтобы проверить, человек евреем или нет, бессмысленно, с точки зрения еврейской традиции, абсолютно не имеет никакого значения, и в Израиле этим никто не занимается. Иногда люди приходят и пытаются доказать свою родственную связь. Вот родственную связь с помощью теста ДНК можно доказать. Если человек говорит, вот видите, вот он еврей, а я его двоюродный брат, поэтому я тоже еврей. Ему говорят, а где у вас документ, что вы двоюродные братья? Он говорит, нет документов, все сгорело, все архивы, не успели купить, не знаю что. Он говорит, ну хорошо, сделайте тест на ДНК, покажите, что вы действительно брат этого человека. Вот. Этих случаев было может быть 2-3 всего, то есть речь идет о том, что в Израиле каждый месяц лежат тысячи репатриантов. 2-3 таких случаев было, но это очень специальная ситуация. Эти случаи перед выборами партия НДИ раздула до масштабов вселенской катастрофы, потому что таким образом она консолидировала свой электорат. Сейчас выборы прошли, то есть электорат накручен, и НДИ выдвигает это требование коалиционное, о котором, конечно, я думаю, на переговорах даже никто не заикается, в израильской прессе его и не озвучивают, потому что никто об этом не знает, кроме русскоязычных пенсионеров, которые читают только русскоязычную прессу, которую, так сказать, подкармливает Либерман своими пресс-релизами. Вот. И никто об этом не узнает, потому что, конечно, никому это на самом деле в Израиле не интересно, кроме несчастных, запутанных и запуганных людей, голосующих за партию НДИ. Давайте примем еще звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Несколько дней назад была блестящая речь Натальяху в Кнессете. Очень сильная. И там было обращение как бы к рабам газы. Она возымела какое-то действие? Есть какой-то результат этой речи? Я послушаю по радио. Вы понимаете, это все равно, как вот в свое время Рейган делал красивые обращения к советскому народу. Что советский народ, находившийся под пятой, так сказать, советских карательных органов, КГБ и всех вспомогательных других структур, что он мог сделать? Даже если люди ненавидели советскую власть и считали, что она разрушает и Россию, и все другие республики, что они могли сделать? То же самое, на самом деле, и с газой. Газой правит Хамас. Это террористическая организация. Крайне жестокая. Которая расправляется с бешеной жестокостью, с лютой жестокостью, со всеми, кто ей не подчиняется. Поэтому Натаньял действительно обратился к арабам для того, чтобы, по крайней мере, имеющие уши услышали. Но те арабы, которые услышат его, они понимают иврит, потому что еще совсем недавно они работали в Израиле и общались с израильтянами, и все было нормально. Они ничего сделать не могут. Все, что не могут сделать, это бежать из газа. И они бегут по 400 человек в день. Почему только по 400? Потому что больше Хамас не разрешает убегать. В день убегает 400 человек за месяц примерно 10 тысяч. И вот из газа бегут, потому что Трамп надавил на Египет, Египет открыл свои ворота и заставил Хамас тоже открыть как бы со своей стороны. Вот что могут сделать жители газа, услышав призыв Натаньял. Только бежать из газа, потому что как бегут люди из Северной Кореи, как пытаются бежать из Генисоева, как пытались бежать из Советского Союза. Следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Вот вы рассказали действительно историю Израиля, неискаженную, так сказать, независимости Израиля. Есть ли такой курс в ваших школах и в израильских, независимо от того, это еврейские или мусульманские или смешанные, чтобы там было написано именно вот это вот или нет этого. И то же самое в университетах. Изучают ли это или нет? Потому что ваши израильские арабы точно как бы оболванены этой израильской искаженной пропагандой, а многие леваки еврейские тоже, возможно, ничего этого не знают. Вот такой вопрос. Спасибо. Значит, по поводу школ. Это очень хороший, важный и болезненный вопрос. Израильская система образования единой нет. Есть разные системы образования. В арабской системе образования, я вас уверяю, этого всего не изучают. В лучшем случае там, так сказать, о нагде рассказывают как-то с тем, что у евреев все-таки тоже было право на существование. Но, скорее всего, и это там не объясняется. Поэтому, что происходит в арабских школах израильских, это просто мрак. Что касается и еврейских школ в Израиле, то есть светские школы, есть религиозные школы. Я думаю, что в светских школах по-разному. Зависит от учителей. В большинстве случаев, наверное, такая более левая подача информации. В некоторых школах, где будут правые учителя, они дадут более объективную информацию. В религиозных школах, опять же, религиозно-сионисты, там, скорее всего, будет более-менее честная подача информации, так, как я сейчас это рассказывал. Что касается университетов, ситуация немножко лучше, потому что как бы те левые, которые называют себя учеными, гуманитариями, бегают, подписывают всякие антиизраильские петиции и ратуют за бойкот Израиля, они, как правило, научной деятельностью не занимаются, никого не учат, им некогда этим заниматься. А те, которые учат, они более вменяемые люди. И, в общем, даже один из столпов когда-то левого, так сказать, левого исторического израильского нарратива, Бенни Моррис, который, в общем, активно развивал тему того, как евреи изгоняли арабов во время войны за независимость, сегодня все-таки достаточно адекватно описывают ситуацию и, в общем, дает ее такой, какая она есть, то есть не всегда удобная или приятная для евреев, потому что мы тоже не были идеальными в белых перчатках в 1948 году, не воевали, но не забывая о том, какую роль арабы сыграли в своей собственной, так сказать, трагедии. Вот, поэтому в школах по-разному, в университетах все-таки скорее дают нормальную картину, опять же, хочет ли человек слушать или нет, это уже другое дело. У нас осталось полторы минутки и есть звонок, если уложимся, то хорошо. О, теперь опять нет времени. Вопрос был, час назад задал человек, сказал, что какое-то в Израиле было на Тиньяву обратился к арабам насчет провокации с газой. Это было правда и насколько это все серьезно. Спасибо. Мне кажется, это повторяет более-менее, Сергей, тот вопрос, на который мы уже отвечали. Натаньяу действительно выступил в Кнессете и обратился к арабам с газы, объясняя им реальную ситуацию. И мы говорили, что, в общем, к сожалению, арабы из газы мало влияют на эту ситуацию. Все, что они могут сделать, это бежать из газы. И благодаря давлению Трампа на Египет и давлению Египта на Хамас сегодня 400 человек в день из газа бегут. 10 тысяч в месяц. Это мало, это меньше, чем нужно, потому что бежать хотят оттуда все. Но все-таки лучше, чем ничего. Александр, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не осталось. Но встретимся через неделю, поговорим. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok